Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 30 мая. У нас последняя вчера, не сегодняшняя ночь, а вчерашняя ночь, последняя ночь была с низким показателем 7 градусов. Сейчас снова установилась хорошая температура, комфортная. 11, 12, 13 ночью и 23, 24, 25 днём. Будет всю неделю тепло. Всё растёт, всё благоухает. Сейчас я пройду по участку и расскажу вам о подкормках, потому что я говорила, что у меня высадка закончилась, и теперь уже наступила пора что-то сделать с растениями. Где-то просто сделать опрыскивание профилактическое какое-то, где-то следует дать серьёзную подкормку. И вот сегодня я мужу попросила свозить меня первый раз в садовый магазин. У меня была как сама изоляция, я два месяца сидела дома в огороде. Сегодня мне придётся съездить в магазин, купить какие-то средства для обработки, для ухода за растениями. Сейчас я пройду по участку и я расскажу вам, как я буду выбирать какие-то удобрения для подкормок и для обработок. Всегда, когда заходит вопрос о подкормках, я каждый год говорю, что не нужно чрезмерно, лучше не докормить, чем перекормить. Нужно внимательно, обдуманно использовать, особенно вот эти магазинные средства. И сейчас я вам расскажу, как действую я. Каждый участок, который высажен у меня в разные сроки, какой-то раньше, какой-то позже, он выглядит по-разному. И подкормки нужны разные, тем более, что растения у меня находятся уже в разных фазах развития. То есть какие-то цветут, какие-то уже с завязью. Вот я подошла к этому, вот у меня томатное поле, которое я показываю ежедневно. И я смотрю на состояние растений. Что мы видим? Смотрите, растения выглядят здоровыми, зелеными. Зеленой массы много. Посмотришь, прям пушистое зеленое сплошное поле. Это значит, посмотрев на них, мы видим, что азот им не требуется. То есть азот в подкормке, когда мы вот первую комплексную подкормку делаем, делаем азот в подкормке нужен для наращивания зеленой массы. Здесь огромная зеленая масса, здесь никакой помощи им не нужно. И еще важно знать, что закладывалось в грунте до того, как была высадка. Вот этот участок я осенью готовила, прям на 100%, потому что я знала, что весной мне некогда будет делать подкормки. Осенью я сюда готовила по инструкции. Суперфосфат добавляла, калий серно-кислый добавляла и перегной. Еще была добавлена свежая земля. Так что я надеюсь, что им в данный момент, и глядя на их состояние, пока еще ничего не нужно. Но так как они уже у меня в фазе цветения, видите, вот цветочки везде цветут, тут можно сделать просто борное опрыскивание. Оно и как бы помогает лучшему опылению, больше будет завязи, больше будет урожайность. Так что вот это томатное поле, я, возможно, куплю пакетик борной кислоты, разведу. Если буду делать, я вам покажу, но, скорее всего, это с понедельника я все начну, потому что выходные у меня будут заняты по благоустройству участка, буду все собирать, все, что я раскидала за эти два месяца. Здесь сделаю борное опрыскивание, и это тоже считается подкормкой, но это считается не основной подкормкой, а дополнительной. Как бы вот это опрыскивание, вы можете его делать, можете его не делать. Если у вас заранее был грунт удобрен, и растения вот в таком хорошем состоянии, но есть же, на которые посмотришь, и жалко их становится, эти не жалко, этим хочется так восторгаться, восхищаться, ох, какие они красивые, крепкие, зеленые. Значит, тут можно и не делать это борное опрыскивание, а можно и сделать, я сделаю. Идем дальше. Вот эта грядочка была высажена намного позже, и тут она попала как раз в высадку, ну, когда начался вот такой жаркий период, аномальная жара. И здесь растения выглядят уже менее облиствленными, то есть у них не так много зеленой массы. Вы видите, что некоторые вообще такие, как немножко маленькие, есть и хорошие. И вот здесь вот именно применительно к этому участку, если мы захотим сделать подкормку сейчас, но я могу сделать, например, вот сейчас сразу в понедельник, можно неделю подождать, потому что здесь у меня почти еще нет цветущих, есть вообще некоторые маленькие. Здесь можно сделать подкормку комплексным удобрением любым с одинаковым содержанием азотфосфоркалий. То есть это может быть комплекс или составленный вручную самими нами, или может быть, как вам сказать, купленный в магазине. Вот так как я еще не купила, если я какую-то подкормку куплю вот для этого, именно для такого участка, где внешний вид такой средненький, ими и восторгаться не хочется, но и глядя на них плакать тоже не хочется. Вот на некоторых без слез не глянешь. Вот это, короче, среднячки. Тут подойдет комплекс НПК. У нас, видите, еще проблемы в магазине. Я могу не найти такой комплекс с одинаковым содержанием азотфосфоркалий, но вы просто должны как себе искать вот для таких растений вот такой вариант, где нужен и азот, и фосфор, и калий. Азот нужен, я думаю, потому что, видите, не очень у них такое нарастание активное. Их жара сильно-сильно притормозила. Но есть у меня еще участки, еще с более худшими вариантами. Вот сейчас вам покажу участок с самыми ужасными томатами, ну, в смысле, по внешнему виду, с самыми плохими, с самыми слабыми. Почему они такие оказались? Вы, кто видел предыдущее видео, я вам говорила, что вот это вот место нам пришлось переделывать, потому что эти ступени вот наши, вот это как она, у нас такая, рельеф, что возвышенность, плашки старые сгнили, теплицу уральскую мы поставили там, и все сместилось, дорожка пришлась уже на другое место. Короче, эти томаты я высаживала всего два дня назад. Вы представьте, что до этого времени им пришлось стоять в маленьких стаканчиках 200-граммовых. Перекидывать их уже смысла не было, потому что я не знала, то ли я их успею высадить, то ли не успею. Мне было не до них, но вот они стояли из последних сил. И вы видите, какой внешний вид. Ну, вот про этих я говорю. Без слез не взглянешь. На них действительно, их жалко, на них посмотришь, плакать хочется. И вот здесь применительно, вот к этому. Здесь я, естественно, у них никакой предварительной подготовки не было. Тут уже было не до этого. Был у нас вот такой в режиме цветнота, скорее, скорее, скорее. Я просто воткнула их и все. Заранее уже знала, что им потребуется подкормка. И вот здесь, возможно, поможет нам подкормка, где азот, фосфор и калий совсем в других соотношениях. Тут нужно азота бы побольше. Для чего? Для того, чтобы вот эти бедные томаты, которые по сравнению с теми же, ну, с томатами того же срока посева, которые на улице видели, какие толстые, зеленые, красивые, им нужно быстро-быстро-быстро их догнать. По возрасту они старые, а по внешнему виду они полудохлые. Вот так можно сказать. Тут или нужно отдельно сейчас сделать подкормку азотосодержащим, прям можно однокомпонентным, или мочевиной, или любым другим. Там есть какие-то, там, где азот один. Или нужно делать комплексную подкормку, где азот в большем содержании, чем фосфор и калий. Сейчас им не до фосфора, сейчас им не до калия. Им бы нарастить зеленую массу, чтобы на основании этой зеленой массы потом цвести и уже завязывать, и все. Вы понимаете, что сейчас вот где цветочки у них находятся на некоторых, они даже не осилят эти цветы. Эти цветы, скорее всего, они сбросят, потому что у них нет листьев, которые давали бы им вот эти питательные вещества. Так, вот это самый худший участок. Но есть, конечно, еще средние. Есть еще участки, где у меня очень хороший внешний вид у них. Вот петруша, потом сибирская тройка. Они очень быстро наращивают зеленую массу. Тут при посадке я добавляла перегной, но никакого ни фосфора, ни калия, ни осенью, ни при посадке я не делала. У меня просто не было... Осенью я не занималась этими бордюрами, ну вот заваленками. А весной сейчас у меня не было этих удобрений, потому что, ну, у нас как карантин, все, многие магазины не работали. И здесь вот нужна совсем другая. Тут азот им совсем не нужен. И если я сейчас дам им азот вместе с другими макроэлементами, вместе с фосфором и калием, то они, возможно, даже зажируют, потому что перегноя, то есть азота, там и так у них вполне много. И тут вот можно просто сделать подкормку, содержащую калий и фосфор. Есть специально отдельно вынесенное удобрение, фосфорно-калийное называется. Если я куплю, я покажу вам. А можно просто сделать опрыскивание монофосфатом калия. Они хотя бы немного, но получат вот этот фосфор и калий. Но лучше, конечно, сделать корневую подкормку, потому что ничего там этого я не добавляла. Вот это еще один вариант. Я вот специально сейчас бегло пробежалась по своему участку, чтобы вот, например, начинающий огородник, который сидит и думает, чем бы подкормить, какая подкормка нужна, чтобы он понял, что весь огород сплошняком, одним и тем же составом подкормки не стоит обрабатывать. Вот смотрите, вот он у меня гемидов стоит. Он высажен, ну, наверное, полмесяца назад. Он с толстыми листьями зелеными, все. Но тут, в этом же самом месте, высаженные, вот видите, земля раскидана, высаженные вчера, последние, вчера-позавчера, вот эти экземпляры. И даже вот на одной и той же вот этой грядке их лучше бы разделить, если вы хотите их подкармливать. Вот этим уже азотосодержащие не сильно нужны. А вот эти, видите, у них вот эти листья нежнее. От жары, от всего этого они вообще уже сгорели, погибли. И у них, по идее, на каждом растении всего по три полноценных листика. Им бы помочь нарастить зеленую массу. То есть этим азот нужен, а тем уже азот не нужен, потому что они уже и так хороши. Но тут еще нужно учитывать почву. Вот эта почва, видите, ткань черная, я ее нынче не снимала, я нынче ее не копала, и я нынче никаких удобрений не делала здесь, не сдабривала. То есть прошлогодние томаты, скорее всего, все вкусненькое, там уже все съели, и этот грунт все равно подкармливать нужно. Но при подкормке я вот этим, возможно, дам подкормку, если буду подкармливать, это я вот для вас говорю, с меньшим содержанием азота. А вот эти с большим содержанием азота. Вот так. Я понимаю, что очень сложно запутаться, но я сейчас еще раз подытожу все. Ну и как вы поняли, вот с нашей экскурсии по моему огороду, что даже в одном огороде, в разных участках, и даже для томатов с одним сроком посева, сейчас вот нужны совсем разные подкормки, разные элементы. Я повторюсь, что вот здесь грунт был готов, они зеленые и хорошие, им ничего, возможно, не нужно, можно просто борное опрыскивание сделать. Там, где они средние, где у них, ну, они хорошо выглядят, но мало зеленой массы, там, возможно, комплексная подкормка нужна, азот фосфор калий. Там, где они совсем, где без слез не глянешь, там нужно повышенное содержание азота. И последнее, сейчас зайду еще в теплицу, там совсем другие томаты, им уже нужна совсем другая подкормка. Ну и, конечно, пока я занималась уличными томатами, пока я там их высаживала, пока я их подвязывала, вот эти томаты уже настолько, они переросли все эти первые подкормки, как я говорила, и первую пропустила, и вторую, что уже сейчас поздно делать вот эти какие-то подкормки, которые по графику рекомендованы в первый, второй раз. Но я, зная это, я уже говорила об этом, я заранее осенью полностью сделала сбалансированный грунт, чтобы там был азот фосфор калий. Я знала, что мне будет весной некогда, и что помочь я им, возможно, не смогу из-за своей занятости. Им на первое время хватило. А теперь вот уже будет подкормка, которая должна была быть у нормальных людей, возможно, третья, когда уже плоды, ну, такие большие, что уже нужна подкормка для повышения сахаристости, для формирования вкуса томатов. Тут уже ни о каком азоте для наращивания зеленой массы, уже разговора не может быть, вы видите, что с зеленой массой все нормально. Уже никакая подкормка или опрыскивание для завязываемости уже не нужна. Тут уже почти все плоды завязались. Вот первая, вторая, третья кисть уже до четвертой ползет. И тут я сейчас, когда буду делать подкормку, ну, если я найду чем, конечно, сейчас в магазин поеду, посмотрю. Но в понедельник все я расскажу, что буду делать. Тут нужна подкормка уже с добавлением, возможно. Вот есть макбор такие. То есть необычные НПК, азот фосфор калий, а мы уже добавляем другие микроэлементы, потому что эти томаты уже взрослые. Но сейчас это просто беглый обзор, чтобы вы поняли, что для каждого растения в разный срок, на разных участках, с разной степенью удобренности почвы нужна будет разная подкормка. Я сейчас пойду, поеду выбирать. Выберу или нет, найду ли что-либо в наших магазинах, я не знаю, но если не найду, ничего страшного. Будут самоходом нынче расти. Что вырастет, то вырастет. Вот в этой теплице тоже, которую я высадила в ранние сроки, тут у меня грунт был с осени заправлен, специально делала это для освобождения себя весной. Тут тоже зеленой массы много, тут наоборот надо сейчас опять идти пасанки выстригать, лишние огромные листья фрагментарно буду обрезать. Тут достаточно опрыскивания, вот, например, борного, или можно просто сделать опрыскивание монофосфатом. Никаких корневых подкормок здесь я не буду делать, если только что потом, но корневые подкормки это сложно в каждую лунку наливать, в моем личном случае. Поэтому мне проще готовить грунт с осени. Если опять говорить о необходимости подкормок, кто-то говорит, что не надо столько подкормок, но у меня столько и не получается, вы видите, что я, у меня уже некоторые полностью с плодами, я еще ни разу им ничего не дала. Если говорить о необходимости подкормок, то вот этим обычно, моим самым ранним, не достается никогда никаких подкормок, видите. И все-таки они очень хорошо у меня плодоносят, всегда дают большой урожай. А почему им не достается? Потому что, ну, вот эти на заваленках, как, конечно, мы их серьезно не воспринимаем, мы же стараемся все силы направить на выращивание, там, крупноплодных, вкусных таких томатов. А эти у меня по остаточному принципу. Если вот я куплю, например, какое-то средство после обработки теплицы первой, теплицы второй, после обработки томатного поля, после обработки нормальных всех таких томатов, если что-то останется, то маленько и эти покушают вкусненького чего-нибудь. Если не достанется, ну, значит, будут так. И вот по моему опыту я могу сказать, что даже если не делать подкормок, но с условием, что если у вас грунт, вот как я, я всегда, я им добавила вот этим, конечно, перегной, я добавила немножко земли полевой. Если грунт более-менее у вас такой, ну, что-то, если в нем есть, то вот такие простые томаты, детерминатные, мелкие, они и так дают всегда хороший урожай. Конечно, мы больше печемся о крупноплодных, о сахаристых, о мясистых, которые поражают нас вкусом, о которых мы потом вспоминаем всю зиму. Им, конечно, нужно немножко подкормки, но если у вас нечем, ситуация сейчас в стране, ну, такая непростая, может быть, кто-то не имеет возможности купить. Если у вас нечем подкормить, ну, достаточно травяных настоев, траву вот в компостную кучу я скидываю, которая перепревает, потом добавляю опять в лунки, вот таких немножко. Какие-то там различные, кто-то отходы со стола, в бочке перепревают. Выйти из положения можно, но у кого, конечно, если уж наибеднейшие грунты, то нужно подкармливать. Все выходные сейчас, в субботу, в воскресенье, буду заниматься благоустройством участка. Вот я говорила, что красим бочки, сын помогает, приходит красить бочки. Я вот тропинки, которые уже заросли травой, вчера начала пропалывать тропинки, укладывать на них вот эти обрезки линолеума, с помощью которых я избавляю себя потом от прополки летней. Ну, чтобы трава не росла. Работы много. Я говорю, что пока буду убирать все, что я раскидала за эти два месяца. Благоустройство участка, это тоже отнимает много времени, но делать это нужно. Сейчас все дорожки постелю, застелю, все уберу лишнее. И тогда проведу вам полностью экскурсию по всему огороду, где что растет. Хочу еще несколько минут рассказать о том вам, какие ужасно некачественные товары сейчас можно купить в магазине, скорее всего, больше всего. Вот смотрите, что я не куплю, все у меня попадается не то, как раньше. Я же сижу два месяца дома, у меня не хватило палочек. Я попросила мужа, докупи мне, пожалуйста, две упаковки палочек. Я же говорила, что всегда в строй. Ну, покупаю там в строительном магазине. Вы смотрите, какие привезли палочки. Вот привез он эту стопку. Я их развязала. Они мокрые все. Их, видать, влажные, как сделали, не позаботились о людях. Сделали влажные. Вот так упаковали, связали. И вот они там лежат на складах и гниют. Они все черные, в плесени. Ужасные палочки, которые даже страшно втыкать в огород. И вот я решила, я их положила вчера просушивать. Решила их стряхнуть всю эту стружку, просушить и потом покрасить. Потому что их даже опасно, мне кажется. Вот эта вот плесень. Не знаю, занесешь какую-нибудь заразу. Это очень неприятно, когда покупаешь в магазине за нормальные деньги товар. Ожидаешь чего-то такого хорошего. Получается вот эта вот такая ерунда. Они прям черные. Все заплесневели. Вот придется их красить. Пять штук я уже покрасила, но это очень нелегкое дело. Вот такие меленькие штучки красить. Лучше бочки. Вот у меня сын приходит, помогает мне красить бочки для капельного полива. И про краску я вам сейчас тоже расскажу неприятные вещи. Вот у нас была краска, которая уже 10 лет стояла. Ну, лет 8, наверное. Он ей покрасил первые, там, 3 или 4 бочки. Прекрасная краска. Вы, наверное, сейчас уже на видеороликах увидите вот эти красивые, такие блестящие зеленые бочки. Она у нас кончилась. Я ему дала денег и сказала, сходи в магазин, купи еще банку краски новую. И вот что мы купили, сейчас вам покажу. Это ужас. Новая краска, за которую мы отдали 500 рублей. Оказалась прозрачная, как вода. Видите? Сквозь нее даже вот этот лукойл просвечивают буквы. Она течет вся. Она такое качество. Ну, короче, ужас, больше ничего не скажешь. И придется, наверное, вот этой краской красить два раза, чтобы бочка была более-менее. Сравните качество. Или вот эта старая, которая, или вот эта новая. Сейчас покажу банки. Ой, у нас ксеродождик прошел ночью. Вот смотрите, все одинаковое. Вот эта старая, которая долго-долго стояла, написана эмаль ПФ-115. Я ему заказала. Говорю, возьми так же. Эмаль ПФ-115. Видно, что эта банка старая. Видите, ржавчина. Она стояла очень долго в гараже. А вот эта новенькая, блестящая баночка, такая красочная, вот эта этикетка, также написана эмаль ПФ-115. Глянцевая. Это такая ужасная краска. Я не знаю, у меня вчера даже, я увидела, когда бочку покрашенную этой краской, у меня настроение испортилось. Вот этой краской первой красили, смотрите. Ровно ложится, никаких пропусков, никаких проблесков. Вот это у нас детская ванночка для купания. Сейчас расскажу вам свою историю. Вот в этой ванночке выросли все мои дети летом. Раньше ж не было надувных бассейнов. Сын, которому 40 лет, почти что, он провел все детство в этой ванне, потом младший провел в ней же. И потом она у нас стояла там на задворках, но после того, как мы Марку три или четыре бассейна вот в предыдущие годы покупали, и они постоянно то лопались, то кошка царапнет, он пропускает, то чем-то ребенок игрушкой проткнет. Короче, мы решили, что покупать бассейны мы больше не будем надувные. Мы решили вытащить из закромов, из закоулков, у нас же все есть в закоулках, вот эту ванночку детскую для купания. Когда я ее увидела, ее когда вытащили, еще не крашена, мне, знаете, что в голову пришло выражение о суровых челябинских мужчинах. Вот она, наверное, в таких ваннах купаясь, получаются суровые мужчины. Ну, короче, мы поняли, что она практичнее и надежнее, и, наверное, наш Марк вырастет тоже в ней. Сейчас вот мы ее покрасили, подновили, чтобы ребенку, ну, чтобы хоть какие-то там гигиенические нормы приближенно соблюсти, чтобы она была чистенькая, все будем наливать, когда он будет приходить, вода будет солнцем греться, он будет там плюхаться. В этом году мы нынче все красим, у нас весь двор вот в покрасках, красим, вот эти доски. У меня спрашивали, чем вы, вот эти грядки-то заградительные делать, чем вы обрабатываете? Я уже отвечала письменно, но сейчас скажу, что антисептика, которую мы покупали в магазине, вон там канистр стоит, она 4, что ли, литра, стоит 500 рублей. Мы посчитали, что если нам вот эти все оградительные доски обрабатывать магазинным антисептиком, то они выйдут действительно золотые. Тогда и зрители посоветовали, многие отработкой машинного масла обрабатывать. И муж, хорошо, что у них там гараж большой, машин много, и вот этого отработки много. Мы обрабатываем отработкой. И вот посмотрите, сейчас дождь прошел, они делаются совершенно водонепроницаемые. Видите, дождь прошел, и капли, вот так вот, каждая индивидуально стоит на этой плашке. Внутрь-то она не проникает никак. И люди говорят, что много лет вот эта обработка вот этой отработкой предохраняет древесину от гниения. Ну, конечно, тут нужно вот так вот прям смачно-смачно. И вот все, что я делаю, я показываю. Может быть, кому-то пригодится, может, у кого-то нет средств покупать вот эти антисептики очень дорогие от гниения. Ну, древесины. Вот сейчас будем поднимать грядки в уральской теплице осенью, готовим для этого тоже вот эти плашки. И про краску. Покупая краску, я даже не знаю, какой совет дать. Ее никак в магазине же не посмотришь. Но вот такую ужасную краску отдать за нее 500 рублей и потом сидеть в разочаровании и смотреть вот на эту гадость вообще. Ну, это гадость вообще. Так что товары в магазине становится все хуже и хуже. Хоть правда, делай все своими руками, но правда краску не сделаешь. Все. Я пошла монтировать видео про огуречную арку. Вчера было очень жарко. Я вечером не успела даже смонтировать, не хватило сил, если честно. Сейчас смонтирую. И с понедельника будут подробные видео о всех обработках, которые я буду делать. Потому что, как вы поняли, я вам уже сказала, я затянула, пропустила, ничего вообще не делала. Никаких опрыскиваний, никаких подливов под корень. Некоторым участкам с томатами это нужно. Буду подкармливать перцы, баклажаны и томаты, на которые без слез не глянешь. Будем делать из них красавчиков. Все. До свидания. Желаю вам успехов. Желаю, чтобы ни у кого не было таких томатов, как у меня, на которых смотришь и плачешь. Будем восстанавливать их, чтобы все у нас было красиво, богато для получения обильного урожая. Субтитры создавал DimaTorzok